Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о синим йоде и как самостоятельно его приготовить. Потому что все задают вопросы, все хотят знать как его сделать. Пока мы его сейчас приготовим и пока он будет стынуть, я буду тогда о нем говорить. Для этого нам нужно 2 стакана объемом 250 мл, чистая вода, кипяточек и крахмал. Крахмал картофельный или кукурузный. На 1 стакан 250 мл нам нужна 1 чайная ложка сверху крахмала. Вот мы его добавили. Теперь мы его разбавляем чистой водичкой чуть-чуть, чтобы оно было как молочко, совсем немножко. Здесь я даже много налила, не пойдет. И кипяток. Вот кипяток мы наливаем в другой стакан. Такое вливаем. И добавляем сюда, медленно вливаем крахмал. Вот у нас получился вот такой вот крахмал. Сейчас он должен остынуть. Это главное условие. Если вы добавите йод в неостывший крахмал, то вы потеряете все полезные свойства. Цвет будет красивый, синий он будет выглядеть как йод. Он даже будет пахнуть немного йодом, но не будет полезных свойств. Поэтому пока оно у нас стынет, мы поговорим о самом синим йоде. Синим йодом я познакомилась первый раз, когда купила книгу Екатерины Семеновой. Она называлась, я прямо так и называлась, «Синий йод». Что-то ваше спасение или что. Она исследовала много-много разных полезных вещей. Тогда это был далекий 99-98 год. У меня болел сын. И я искала препараты, чем я могу помочь и облегчить его состояние. Потому что у него стоял смертельный диагноз. Кламирула нефрит. Поэтому я стала пользоваться синим йодом. Он, конечно, в моем случае тогда не подошел. Но он очень хорошо подходит при любых воспалениях, инфекциях, простудах. И сейчас на фоне вот этого вот коронавируса, на фоне этой пандемии, чтобы не заболеть, чтобы организм у нас был готов и очистился, мы будем принимать синий йод. Он остывает. А мы говорим, то есть, что убирает у нас йод. Очень хорошо. Это все стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, протеос вульгарис. Ну, практически все микробы. Плюс это очень хорошо. У кого проблемы с щитовидкой, при гипотиреозе. И даже люди, у которых гипотиреоз, если они принимают небольшими порциями синий йод, у них нет проблем с их йодом. Что значит принимать? Вы начинаете пить, детям давать хорошо, вот такой более жидкий. Кто-то любит более густой, тогда можно добавить 2 чайные ложки сверху крахмала. И он будет более густой, прям вот как кисель. Если вы не разведете его холодной водой, то у вас здесь образуются комочки. И потом, когда вы его будете пить, будет неприятно. Когда мы его приготовим, и он уже будет готов, мы его перельем в баночку с крышечкой. Если вы хотите выпить это в течение 1-2 дней, можно хранить не в холодильнике. Но если вы его будете пить долго, вы один, вам нужно на всякий случай, на случай порезов, отравления, ну, чтобы он всегда у вас был в запасе, тогда его надо хранить в холодильнике. Но он все равно хранится не долго, 3-5 дней. Поэтому его нужно пить сразу. И не надо делать литрами, если у вас маленькая семья или вы один. Вы делайте обычно стакан. Синий йод можно использовать при аллергии, наносить на раны. У меня, например, был такой случай, когда у меня ребенок пошел гулять с младшим сыном, они вот только прошли, да, мимо окна, и тут же возвращаются, потому что ребенок у меня с коляски упал. И упал лицом на лицо, вниз, об асфальт. И у него все лицо было содрано кожу. Тут же вот у меня был в холодильнике синий йод. Я нанесла ему сюда, приклеила вот как бы ткань, и ткань приклеилась, и я уже наносила этот синий йод на него сверху. И это было 2 дня. Вот эта приклеенная ткань потом отклеилась, и у него на лице не осталось ни ссадин, ни царапин, ничего. Просто молодая кожа, которая потом просто загорела. То есть при травмах, при ушибах, при любых проблемах мы можем использовать синий йод и наносить его на раны. Очень хорошо, у кого руки, аллергия, вы берете, наносите тоже на руки готовый, одеваете перчатки или заворачиваете в ткань, ну, как бинтуете, да, или одеваете перчатки, и до утра у вас они остаются. Ткань потом не будет синий, оно прекрасно обсирывается с любой поверхности, и оно у вас снимет постепенно и вашу аллергию, и шелушение, и восполнит, самое главное, единол восполняет у нас дефицит йода, потому что очень многие проблемы у нас идут отсюда. То есть помогает нашей щитовидной железе и работает с микробами. Как принимаем? Одна, детям, одна чайная ложка, маленьким деткам совсем можно пол чайной ложечки, но часто, то есть можем давать каждые полчаса, если заболел ребенок, да, особенно при отравлении. Если у вас нет возможности дать ребенку гранатовые корки при отравлении, или вы сами не можете выпить, а у вас есть крахмал и есть йод, тогда вы готовите синий йод и его принимаете. Если, конечно, у вас есть гранатовые корки и при отравлении, тогда вы пьете гранатовые корки. Но при любом случае вы всегда можете выпить синий йод, и он вам поможет. То есть дозировка, дети, пол чайной ложки, чайная ложка, но можно пить много. У меня было, когда ребенок болел, он иногда, я помню, как-то ему присварила синий йод, да, поставила, ушла, говорю, принимай синий йод. Буквально 2 часа у меня не было, я прихожу, стакан пустой. Я говорю, а что такое? А я же выпил. Я говорю, как ты выпил? Все, он говорит, ну да, ну ты же сказала, пей. Он меня очень любил, вот младший сын, и вот он мне его прям стаканами ел. То есть, видимо, был дефицит йода. Поэтому даже если вы выпьете его много, плохо не будет, хуже точно не будет. Теперь, когда он у нас остыл, ну, для того, чтобы остыл крахмал, нам нужно приблизительно час. Вы просто можете это проверить и посмотреть, и он у вас не должен быть горячим. Потому что если вы добавите в горячий, я вам об этом говорила, то вы потеряете его полезные свойства. Самое главное, когда вы будете это готовить, поставьте его на какую-то посуду, чтобы не пролить. Есть маленький ее, да, там удобно наливать, а есть вот с таким большим горлышком. И чтобы его не разлить, наливайте над стаканом и одну чайную ложку. И вот он получается такого цвета синего. Когда он долго постоит, он начинает потихонечку расслаиваться. Но вы можете его просто помешать и принимать. Теперь это когда вы переливаете в баночку и убираете в холодильник, если вам нужно натрите. Если нет, то готовите это несколько раз. Можно готовить каждый день, можно готовить, если большая семья, с запасом, например, на несколько дней. Как вам удобно. Самое главное, соблюдайте температурный режим. Будьте здоровы. Спасибо.